Всем, Белка, с вами Катя Бельщик, и сегодня мы с вами оказались в немножечко необычном месте, мы на кухне. А это значит, что пришло время новой рубрики. Я хочу сказать огромное спасибо вам за ваши идеи и девушке Марии, которая оставила вот этот комментарий. Она предложила мне сделать рубрику «Домашнее против магазинного». Ой, долго я думала, думала, вот прошел уже месяц и наконец-таки решилась снять первый выпуск. И на самом деле хочу вам сказать, что это правда очень интересно. Представляете, мы с вами будем готовить оливье, учиться готовить суши, пельмешки, сколько можно интересных продуктов сравнить, магазинных и домашних. Вы меня часто просили сравнивать это в негляде, я помню там, «Катя, сравни домашнее то с магазином», но это уже не то, не то получается. Нам с вами нужен новый формат. И сегодня, я так думала-думала, чем же вас порадовать, картошечка. Просто картошечка, картошечка-пюре. Сейчас мы с вами отправимся в магазин и будем покупать продукты для готовки, а также уже готовое вот эту какую-нибудь пюрешечку. Сейчас с вами посмотрим, разберемся, что да как. Погнали. Погнали картофанчик покупать. 49 рублей молодой картофель. О, сейчас вам Катя покажет. Картошка-сердечко. Как вам, друзья? Хватит, наверное, нам, да? Чего, молоко, значит, молоко. Поживнее надо взять, наверное. Классика красная, я люблю его. Не забывайте проверять сроки годности. Хозяюшку за 21 рэ. Страна озер, 119. Деревенские мотивы, блин, 58 рублей. Мы идем искать картошечку. Картофель первым делом 13 рублей. Нет. А вот это мне нравится. В этой пачке до 2,5 килограмм натурального картофеля. Как раз мы посмотрим, реально ли здесь 2,5 килограмма. Ну что, погнали экспериментировать. Целый пакет еды. Все, друзья, начинаем готовить. Вот сейчас я немножечко переоблачусь, и мы будем с вами варить картошечку. Так-то уже лучше. Все, мы с вами начинаем. Пока я буду чистить картошечку, я вам немножечко порассказываю про критерии оценки, и что вообще у нас как будет происходить в нашей программе. Молочко. Ну, собственно, виновница торжества. Кто бы знал, как я не люблю чистить картошку. Ну, ради вас, ну, ради вас. Так, масло. Это главная вещь, это наш чек. По нему мы с вами будем все рассчитывать и оценивать. Ну, а картошечка, она так называется, картошечка будет стоять и терпеливо ждать. И смотреть на нас, пока мы будем чистить ее натуральную версию. Понимаете, да, что все-таки ту картошку, то сердце я взяла. Я понимаю, что я обрекла себя на муке. Картошечку нужно чистить в холодную водичку, чтобы она не темнела. Значит, друзья, пока я тут буду утомительно чистить картошечку, хочу вам рассказать вещь интересную. Нет, не настолько интересную, как вы задумали. Значит, смотрите, что мы будем сравнивать. Ну, во-первых, понятно, это время приготовления. У нас на кухне есть специальный таймер, который мы, кстати, забыли включить. Сейчас мы с вами включим таймер и засечем, сколько же времени потребуется от начала готовки и до того, как мы сядем кушать. Все, мы включили с вами секундомер и начинаем. Ну, тут я немножечко вот сейчас фору себе дам, потому что я уже немного почистила картошки. Нам нужно понять, насколько вообще рационально все сейчас будут наши действия. То есть, да, сколько мы времени затратим с вами на картошечку. Но даже это не главное, потому что главное это вкус. Сердце я не смогла порезать, она мне очень нравится. Я даже с ней в инстаграм сфоткалась, потому что она больно красивая картошка. Так, ребят, вы знаете, эта картошка у нас будет валяться тысячу лет, поэтому сейчас с вами прежде, чем ее мыть, мы ее просто порубаем так немножечко. Все равно она в пюре превратится. Куски нам особо не важны, просто чтобы она быстрее разваривалась. Вы знаете, вот всегда говорят, ой, картошка, что там ее варить 15 минут? Ребят, уже 7 минут прошло, я как бы не отвлекалась, да, ничего, чисто чистила, а уже, уже. На самом деле, мы немного себе усложнили задачу, потому что я как планировала. Купить маленький стаканчик картофеля, и все. И то есть из серии отварить две картошечки, и ок. Но так как мы не нашли без добавок, вы видели все это в магазине, нам пришлось брать огромную картошку, на которой заявлено, что мы будем иметь 2,5 килограмма живого продукта. Я в это не верю, конечно, но пришлось брать картошки много, поэтому сейчас с вами посмотрим, сколько все это будет вариться. Так я не поняла, кто картошку-то отвернул? Эй, ты что, обиделась, что ли? Да погоди, ты, может, еще выиграешь? Стой, смотри. Процесс пошел, а я, пока варится картошечка, вам расскажу, какие у нас будут критерии. Как же мы будем с вами оценивать наши приготовленные продукты? Как вы уже поняли, первым делом оценим время приготовления. Уже на минуточку 12 минут мы с вами готовим, а еще я чувствую достаточно долго. Хоть и плита очень быстрая, но все равно такой процесс достаточно затратный. И следующий критерий это трудозатратность. То есть мы с вами будем оценивать, насколько сложно нам было приготовить то или иное блюдо. Для меня, например, картошку готовить крайне сложно и нудно, потому что я с детства не люблю ее чистить. Ах, когда все кипит, ребята! Так, значит, пока я спасала нашу картошку, я, по-моему, забыла весь текст, но сейчас я, значит, приду в себя. Про трудозатратность я вам уже рассказала. Мне кажется, это правда важно, потому что, ну, понятное дело, что, конечно, проще сходить купить, чем самому что-то делать. Но главный критерий это вкус, потому что, бесспорно, вкусно поесть домашней еды. Ну, хотя, кто его знает? Это мы сегодня с вами определим в финальном неглядя. Да, у нас как бы такая внутренняя интеграция получается. Сначала мы все будем с вами готовить, и в конце мы с вами спокойненько разложимся и будем кушать картошечку. С закрытыми глазами, конечно. И бесспорный критерий это цена. Да, как же без нее, потому что мне, например, будет интересно вообще, сколько мы затратим на эту картошечку. Мы все будем высчитывать по граммам, все, вы увидите, будет все на весах. Вот, посмотрим, сколько чего у нас выйдет. И, конечно, интересно, неужели правда 2,5 килограмма будет картош? Короче, меня плита не любит, это факт. Друзья, тем временем уже 20 минут. Картошка наша еще варится и варится. Не знаю, сколько еще потребуется времени, чтобы достигнуть нужной конденции, но посмотрим. Я же вам еще не рассказала про один критерий, пока я тут думала. Состав. Потому что, ну, как же, домашнее все натуральное, мы все это видим, все перед нами. Что в составе у покупных продуктов стоит только гадать. На самом деле мы просто будем смотреть этикетку с вами и проверять. В общем, еще один критерий это химический состав. Химический состав. Так, может, уже можно? Не, надо для пюре, конечно, чтобы разварилось хорошо. Давайте хотя бы 5 минут еще и дадим. Чего же так долго-то, а? Да. Ребят, ну уже пора, мне кажется, уже 38 минут. Это невозможно ждать. Давайте сливать нашу картошечку. Так, все, сейчас очень опасная ситуация. Дело сделано. 40 минут прошло. Ё-моё, за что так долго? Так, сейчас я иду сюда. Это мой талисман на сегодняшний день. Вот, мы поставим сюда. Вот, кстати, ему надо и глазки бы нарисовать. Так, у нас есть с вами весы. Сейчас мы с вами будем отмерять, чего нам, сколько потребуется. Будем записывать, дабы потом нам рассчитать цену. Начнем с масла. Сколько примерно масла? Я думаю, надо масла много, потому что достаточно большой объем. У нас здесь, кстати, с вами 1,3 кг картошки. Маслица подтаяла. 50 грамм. В общем, давайте, ну, для удобства тут еще 2 грамма доложим, чтобы все честно было. 50 грамм масла добавляем. Так, я у бабушки спрашивала рецепт. Я сейчас вам все покажу, как правильно готовить пюре. Тетя Катя в плохом не научит. Положили мы, значит, маслице. Мы сейчас вот так с вами ложечкой. Вот тут он. Картошечка, кстати, достаточно хорошо у нас разварилась. Толкушка. Вы скажете, Катя, еще блендер нельзя взять. Ну, не у всех же есть блендер. Мы с вами как бы по-стариночке сегодня будем толкать. Важный момент. Молоко на данном этапе вы не должны добавлять. Для начала мы всю картошечку разомнем со сливочным маслом, а потом мы же будем с вами вливать холодное молочко. К вопросу о трудозатратности. Изи! Просто изи! Тем временем 41 минута 53 секунды. Катя, убыстряемся. Мы должны хотя бы в час с вами уложиться. А еще я так волновала за картошку, что даже забыла ее посолить. Вы так не делайте, лучше солите во время. Но я посолю сейчас. Я думаю, в принципе, ничего не изменится. Кстати, соль мы с вами не будем учитывать. Мне кажется, это вообще уже совсем будет до мелочей. Соль у всех есть дома всегда, и она дешевая. Все, ребятки, давайте взвешивать молоко. Будем сейчас смотреть с вами, сколько нам нужно. Я даже вообще понятия не имею. Давайте по чуть-чуть будем вливать. Вот начнем так. 70 грамм запомнили. Мне вообще не трудозатратно. Нормас, нормас идет. Давайте еще, наверное, немножечко молочка. Но прям столько же, наверное, даже меньше. Мне кажется, грамм 50. Мне уже нравится консистенция. На самом деле, без блендера очень сложно добиться того, чтобы была однородная масса. Не знаю, может, у нас получается, но это надо прям много очень ее толкать, так сказать. 46 минут у нас с вами ушло на то, чтобы приготовить 1430 грамм. Ну, короче, практически полтора килограмма картофельного пюре. И сейчас мы с вами неожиданно... Нет, не неожиданно. Переместимся и будем тестировать картошечку. Итак, друзья, я снова приобрела нормальный вид, потому что фартук мне не нужен. Пачка цикей не собирается. Я просто буду заваривать картошечку. И сейчас мы с вами снова открываем таймер. У меня даже глаз задеркался на нервной почве. Так, у меня есть большая кастрюля. И у меня есть картошечка. Первым делом мы с вами ставим чайник, потому что это тоже включается в наше время. Я поставила полтора литра воды. Посмотрим с вами, сколько вообще нам потребуется. Я сразу буду делать это на весах, чтобы потом вам рассказать, сколько мы получим в итоге готового продукта. Вот это я понимаю сразу все, понимаете? Раз, и высыпала, и красота. Тем временем я вам хочу зачитать состав, потому что, ну, пока у нас есть, минутка. Картофельный хлопья 99%, эмульгатор ЕС-471, антиокислители, аскорбиновая кислота, Е-223-34, и рублятор кислотности с лимонной кислотой. Я не знаю, что такое картофельный хлопья, я надеюсь, они хотят бы делать все из картошки. Ну, в общем, вы сами остальное все поняли. Эмульгаторы, кислоты и Е-шки разные. Ну, бесспорно, конечно, наша картошка выиграет по полезности, это факт. Кстати, давайте пока проверим. 218 грамм у нас вышло, сколько нам здесь пишут заявлено? Че? Ребята, 250. Заявлено? Мы высыпали с вами, вы все с вами видели. Вы высыпали? Да. Мы высыпали все, у нас оказалось, что вот, ну, тут какие-то остатки, ну, давайте, 219 будет. Все, ребят, нас обманули. Если мы сейчас с вами снимали не глядя, то мы бы отняли бал. Но не глядя, сегодня будем тестировать с вами только вкус, а все остальное будем просто обсуждать. Друзья, тут обнаружился шок-контент. У нас, оказывается, еще молоком пишут, разбавлять надо. На 50 грамм нам заявлено налить 280 миллилитров горячей воды и 50 миллилитров горячего молока. Пересчитываем это на 250 грамм, хотя здесь 218. Ну, то есть мы умножаем это на 5. Полтора литра воды как раз получается, и плюс еще 150 миллилитров молока. Это мы тоже учтем в бюджет. Так-то, может, сейчас еще и наша картошка приготовленная выберет. Ребят, это еще дополнительное время, потому что мы с вами должны разогреть молоко. Так, быстренько гоним. Ну, практически, я чайник нужен, но как бы я чуть-чуть оставлю, потому что у нас все-таки, как говорится, получилось 218 грамм. Но сейчас мы с вами поглядим, как тут все надо делать. Господи. Ребят, запах тут стоит, конечно, помрачительный, я вам честно скажу. Вот прям... Я должен объяснить, знаете, каким-то хлебом. Вот, представляете, сушеный хлеб, такой старый, размочить, это будет примерно вот такой запах. Фу, прям. Так, сливаем молочко. Вот, что-то... На вид-то почти одно и то же, ребят. Консистенция очень хорошо вышла. Все то, что нужно. Что за толкушкой надо? Ну, сейчас я еще буду толкушкой ее толочь. Я должна прийти, бухнуть и заварить. Вот в чем суть готовых продуктов. Наш лакшери-обед готов. 1800 грамм у нас вышло с вами. А кастрюля весит 600 грамм. То есть, вместо заявленных 2,5 килограмма, мы с вами получили 1,2. Получилось даже меньше, чем мы с вами вот в той кастрюле приготовили. Ну, мне это, конечно, начинает нравиться, ребят. Нравится мне это все. Итак, друзья, мы накрыли крышечкой нашу картошку, как написано в инструкции, и дали настояться 2-3 минуты. В итоге мы с вами затратили 12 минут на приготовление 1 килограмма 200 грамм картофеля. А сейчас мы с вами переходим к самому интересному. Перемещаемся в зону не гляйте и будем тестировать. Ну что, мы с вами приблизились уже к финалу. Сейчас мы все-таки узнаем, какая картошка оказалась вкуснее. Ну, а потом я вам расскажу все про цены и так далее, про все наши критерии. Сейчас я надену маску. Тайная рука оператора мне вот так вот перемешает картошечку, и я буду пробовать. Вилочку я, пожалуй, возьму. Ну, начинаем. Так. Да ёма! Вот это вот я не люблю, вот это вот. Это что за бумага? Надеюсь, это не я приготовила. Просто рай. Ну, ребят, тут даже думать нечего. Естественно, я отгадала. Первый это магазин, а второй это мое. Поначалу я, конечно, немного труханула. А вдруг ли я такое приготовила? Ребята, это вообще есть-то можно? Это просто, ну, реально бумага. Вот когда я вам говорила про запах сухарей, там, нет, не сухарей, бумаги. А моя пюрешечка просто божество. Во-первых, даже запах здесь прям молоком, маслом, картофелем. А тут, когда она остыла, от нее вообще перестала чем-либо пахнуть. Мы слишком быстро определили. Но мне казалось, что это было и так очевидно, но вдруг, но вдруг надо было посмотреть. А теперь мы приходим к самому просто интересному. Вот как вы думаете, нажмите сейчас на паузу и напишите в комментариях, какая из порций этих картошек окажется дешевле? Я здесь по 100 грамм взвесила картофеля. Что окажется дешевле? Напишите, в магазинное или домашнее? Я бесспорно, прежде чем посчитала, думала, что в магазинное. И каково было мое удивление, когда оказалось, что дешевле вот наша домашняя картошечка. На самом деле, по большей части, здесь все дело уперлось в молоко. Если бы мы все добавили еще и масло, то эта картошка бы уже просто золотым слитком бы стала, понимаете? Цена за 100 грамм у нас вышла следующей. Магазинная картошечка 8 рублей 50 копеек. Домашняя картошечка 8 рублей 10 копеек. Но учитывайте тот факт, что мы купили с вами картофель за 49 рублей килограмм. Он очень дорогой, это молодая картошка. В принципе, картошку можно купить и за 15 рублей килограмм. И тогда она в цене просто будет гораздо ниже. Получается, что по цене у нас выиграла домашняя картошка. Сложность приготовления. Ну, здесь, я думаю, все вполне себе понятно. Было крайне сложно ее готовить, потому что это надо чистить, то есть это заморачиваться с ней. Пока она у меня вся вскипала, выкипала, то есть это надо много времени за ней следить. Конечно, это дольше. И магазинная очень быстро получилась. У нас там за 12 минут мы с вами все приготовили. Хотя, мне кажется, должно быть даже еще быстрее. Ну, просто мы заморачивались, потому что мы купили в пакете, вы можете, в принципе, покупать в стаканчиках, и она будет достаточно быстрой. Но вообще, в целом, вы, конечно же, должны понимать, что покупая готовый продукт, вам будет очень просто. Ведь производитель уже подумал за нас. Он сделал все так, чтобы нам просто нужно было открыть, что-то там где-то залить, быстренько подождать, и все, мы будем кушать горячую готовую еду. Однако же, приходится жертвовать составами, и вы все понимаете, как много консервантов добавляют, дабы мы могли это приготовить все и не отравиться. Но, готовя все дома самому, вы видите все, что вы кладете, вы видите, что это натуральный продукт. Однако же, вам придется попотеть, потрудиться, приготовить что-нибудь вкусненькое. Следующий критерий – это состав. Бесспорно, здесь выигрывает наш домашний картофель, потому что, как я уже сказала, под предыдущим критерием, тут у нас всякие разные гадости содержатся, к сожалению. Ну что, друзья, настало время подвести итоги нашего сегодняшнего большого выпуска. Я, бесспорно, предпочту домашнее пюре. После того, как я их сравнила и попробовала с магазином, серьезно, не мучьте себя, не ешьте эту бумагу. Да, по времени дольше, однако, лучше съесть вкусное, натуральное, нежели какие-то непонятные картофельные хлопья. И ведь картофельное пюре получилось даже дешевле. Конечно, выбор за вами, но советую все-таки готовить сами. А в следующих выпусках мы с вами посмотрим, какие еще магазинные продукты могут посоревноваться с домашними. Мне кажется, будет очень интересно. И пишите в комментариях, какие бы продукты вы хотели увидеть. Сейчас я представляю уже, как там напридумывают самых сложных. Я уже знаю, что вы хотите там роллы, да. Я их вообще не умею готовить, если я не представляю, что это получится за выпуск, но мне было бы прям очень интересно. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно дайте мне обратную связь в комментариях, вообще понравилось ли вам такое шоу. Мне правда очень важно знать. И вы знаете, что нужно сделать. Чтобы подписаться на канал, нажимайте вот этот кружочек, а посмотреть предыдущие выпуски можно здесь и здесь. До новых встреч и всем белка!